Я приветствую вас на канале Аленин сад. В этом видео я расскажу о том, каким мой сад был 25 апреля. В этом году, к сожалению, у нас засуха, самая настоящая апрельская засуха. Представляете, весь апрель ни разу не было дождя. И даже на моем участке это уже становится большой проблемой. Многое нужно поливать, особенно на высоких грядках. Ну, сейчас я показываю мою заброшенную, полузаброшенную клумбу, на которой практически ничего симпатичного нет, за исключением примулы мелкозубчатой, с которой я начала это видео. И еще одной примулы, которая очень похожа на примулу Юлии, видовую, но немножечко отличается тоном у нее цветочек. Не такой он ярко-фиолетовый. Одна из моих любимых примул именно за ее цвет. Необыкновенный, такой очень красивый, яркий, для весны не характерный оттенок. Потому что весной вот таких вот оттенков немного встречается. Насыщенных, глубоких цветов. Очень мне она нравится. Но, скорее всего, отсюда я ее буду пересаживать. И уже скоро я выпущу видео о примулах, которых у меня достаточно много в саду. Вот, например, еще одна простая желтая примула. Одна из многих. Я как раз сейчас занимаюсь пересадкой примул, делением, рассаживанием. Потому что раз в 4-5 лет ее нужно обязательно рассаживать. Иначе вот она перестает хорошо, красиво цвести. Очень много отмирает. Потому что она как бы растет все время, нарастая корневищем вперед. Вот вы видите здесь. Это с чего начинала развиваться эта примула. И вот она сюда уползла своим свеженьким кончиком, корнем. Соответственно, вот это все становится некрасивым, умирает. И примулу нужно обязательно рассаживать. Но это я расскажу в видео о примулах. А сейчас давайте посмотрим мой сад. Делаем сначала полный обзор. Как он выглядит. В этом году он выглядит довольно симпатичным уже. ухоженным. Но работы еще очень-очень-очень много. К сожалению, я не успеваю все здесь делать. Из-за здоровья, из-за канала, из-за всяческих семейных дел. Ну вот, эта клумбочка, вам уже хорошо знакомая. На ней отцвели крокусы и зацвели красивые нарциссы. Посмотрим на них немножечко поближе. В прошлом году здесь было довольно много нарциссов. Но, как я уже говорила, почему-то нарциссы у меня очень плохо растут. Я не знаю, в чем причина. Все, что осталось от них, единичные какие-то листочки. Там, тут, единственный кустик нарцисса, это вот этот. Вот, соседний такого же сорта, без цветов. В чем проблема, понятия не имею. Тюльпаны, все остальные растения хорошо себя чувствуют. Но не нарциссы. Хотя, наоборот, нарциссам, по идее, на влажных участках нравится больше. Вот красиво разрослась, цветет медуница с пестрой листвой. Очень симпатичное растение, именно за счет листвы. Мои давние зрители помнят эту медуницу. Я ее выкопала при прогулке по нашим дачным участкам. Она росла, как сорняк, как бы за забором. Уже там на тропинке прямо все по ней ходили, топтались. Я выкопала два или три таких вот малюсеньких кустиков. Посадила их вот сюда. И вот в этот, получается, год. Третье лето от посадки. Третье лето от посадки. Ну, там было не летом, как бы и сейчас не лето, тоже апрель. Ну, вот можете немножко оценить, насколько быстро она разрастается и какая она симпатичная. Растение для тени прекрасно подходит. Но у меня замечательно себя чувствует на приподнятой грядке на южной стороне. Тоже растет и ничего не страдает сильно. Здесь у меня погиб практически василек крупноголовый. Потому что его, скорее всего, тоже нужно было как-то делить, как-то его пересаживать. Вот его корневище старое, довольно крупное, большое. И молодые ответвления, на которых еще есть листья. И здесь вот немножечко я тоже вижу сходы этого василька. Но, честно говоря, я не жалею о нем, потому что когда-то он меня очень восхитил. Когда-то он мне очень сильно понравился. Это уже было лет 7 назад. И за 7 лет, в принципе, он мне уже надоел. Как-то приелся. Я полюбила другие растения, которые мне больше нравятся сейчас. В общем, разлюбила я василек крупноголовый. Поэтому, скорее всего, я просто выдерну отсюда, все выкопаю. И забуду про него. Тем более, все равно, вся эта клумба у нас будет реорганизовываться. По причине реорганизации сада. А вот примолу мелкозубчатую я никогда не разлюблю. Посмотрите, как она великолепно смотрится сейчас. Просто супер замечательное растение. Красотка. Красотка. Ее нужно, конечно же, было бы тоже поделить, рассадить по многим-многим частям сада. Но я ничего не успеваю. Мне срочно нужен помощник. И вот за ней, кстати, нарциссы начали набирать силу, набирать свет. Но это посадка 4-х или даже 5-ти летней давности. Это очень старая посадка. По-моему, как только я начала заниматься садом, я посадила эти нарциссы. Только сейчас вот они начали как-то меня радовать. Продолжим со старой теплицы, которую я уже начала разбирать. Видите, уже частично сняла пленку сверху, сбоку. Вот так вот она сейчас тут выглядит. Я брала почву для горшочков, мне нужно было. Это все уйдет, конечно же. И представляете, сколько места у меня будет еще под посадки. Вот пока теплица стояла закрытая, она казалась какая-то маленькая, небольшая. Сейчас, когда я уже убираю эту пленку, я вижу, какие перспективы широкие передо мной открываются. В конце теплицы я поставлю мои опоры для тыквы. Вот те, я уже их приготовила. И там будет расти тыква. И в основном здесь, на этом участке будут капусточки разные, рассада которых сошла, замечательно себя чувствует. Если звук будет плохой, я заранее извиняюсь, потому что очень сильный ветер сегодня. Что за теплицей? За теплицей все по-старому, без изменений. Кроме того, что Алтей тут выкопала немножко. Покажу потом во влоге. И все тут приготовила для посадки грядку. Ой, очень сильный ветер. В общем, никаких изменений. Ну, это мой домик, он тоже не изменился. Кто бы его покрасил снаружи. Лавочки. И вот здесь вот есть небольшое изменение. Это новый ящик. Ну, новый в моей коллекции. Тут начали контейнеры ставить для того, чтобы дачники выбрасывали мусор. И кто-то выбросил такой замечательный ящик, который я к себе, конечно, утащила. Ящик бомбический просто. И у меня такое ощущение, что там какие-то бомбы и хранились в количестве двух штук. Но я не могу понять, что здесь написано. Может, вы разберетесь. Не знаю. И в этом ящике стоит ведро с моим красивым рододендроном. Это мне подарили на день рождения. Смотрите, он расцветает. Очень красивый. Я его пересадила в большее ведро. И надеюсь, что он у меня будет долго-долго. Потому что любимый мой цвет. Цветочка. Нежно-розовый. С желтеньким. Самый-самый любимый. Многим, конечно, хотелось посмотреть на мои тюльпаны. Ну, вот эта часть из них. Первая часть. Которую я сажала, помню, в темноте уже. Холодной осенью. В попыхах, в торопях. И, как видите, те куртиночки, которые были из моих растений вместе с детками, они очень сильно загущенными получились. Можно было в два раза шире рассадить это количество луковиц. Те, которые я покупала, это вот эта вся часть луковиц. Они нормально посажены, на нормальном расстоянии. А вот те два тех кружочка овальчика я, конечно, загустила довольно сильно. Ну, вот, все нужно делать вовремя. Ну, и опять же, я не успеваю делать все подряд. Пинки-винки гортензия перезимовала. Я ее замульчировала кислым торфом. И обрезала немножечко. Вижу, что почки просыпаются. Все у нее будет в порядке. В связи с этим, пинки-винки этой, я придумала, что мне здесь нужно сделать такой дизайн. Наконец-то, да, я придумала. Помните, я здесь полностью буду засаживать все многолетними растениями и прятать вот то дальнее безобразие. Не обращайте до него внимания. Я вот так сейчас сделаю. И сюда я должна посадить просто еще несколько метельчатых гортензий. И я даже уже выбрала сорт Lime Light. Очень мне он понравился. Потрясающий, на мой взгляд. И даже уже увидела рекламу. У нас в магазине он продается. И стоит 10 евро всего лишь. Вот только бог часу мне не дает сходить, купить, разберут. Ведь ничего не останется. Придется по питомникам потом искать, ездить. Ну, подошла я поближе к этому ужасному кусочку. Здесь я ничего не делаю. Я, наоборот, отсюда вот выкапываю все. Потому что я хочу все-таки уговорить соседа починить этот забор и сделать что-то поприличнее. Потому что вот эти дверки, они уже 5 лет лезут в кадр. И меня сильно нервируют. Я думаю, моим зрителям тоже на них неприятно смотреть. В этом углу яснотка заполонила черемшу. Вот черемша. Можно собирать и есть. Замечательная витаминная зелень. И куча яснотки, которая все это душит. Нужно будет черемшу отсюда пересаживать тоже. И жасминчик, который я пересадила в прошлом году. Вот принялся, слава богу, растет и развивается. А это такие пушистые. Это подснежники, галантусы. Стали очень декоративные, красивые. Если бы они не отмирали летом, то цены бы им не было. Но, к сожалению, очень скоро они пожухнут, пожелтеют. И все это будет совсем не таким чудесным. Вот здесь, кстати, умирающая, погибающая примула. Тоже это примула комарова с великолепными белыми цветками. На второй год после посадки она была просто потрясающая. Ну а сейчас, вот через 5 лет, получается, после посадки она выглядит вот так. И фактически она погибает, умирает. Если сейчас не предпринять никаких мер, было 3 куста. Это все, что от тех богатых 3 кустов у меня осталось. Поэтому прямо сейчас я это все выкупаю. Плюс еще засуха накладывает свой отпечаток. Видите, какое сухое все. Все, посмотрите, это же никогда такого не было. Такой суши на моем участке. Это не земля, это пепел. Рассыпается все в руках. Ужасно. Примулу нужно пересадить, иначе я ее потеряю, конечно. Это арония. Снова в этом году набирает цвет. Очень хорошо, активно я ее почистила, пообрезала немножечко, чтобы она выглядела поприличнее. В этом году буду обрабатывать от насекомых ее. И посмотрим, будут ли ягоды. Потому что в предыдущие годы цветет очень хорошо, а потом в кисточке остается 1-2 ягодки из-за каких-то жучков. И здесь очень хорошо в этом году флокс растопыренный себя показывает. А в моих видео он нечастый был гость, по-моему. Может, я даже его вообще во влогах не показывала. Потому что сильно объедали его улитки и слизни. Они почему-то его просто, просто обожают. И не давали ему хорошо цвести. Просто сжирали полностью все листики. В этом году из-за такой засухи слизни и улитки пока еще не очухались. И поэтому у него есть возможность показать себя во всей красе. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы в другом видео в июне, в мае вернее, в мае, увидеть, как будет великолепно цвести флокс растопыренный. Это зрелище стоит подписки. Под кустами смородины крыжовника не так давно мне удалось, как видите, навести порядок на этом участке. Вот у меня кусочек этот оставался с осени недокопанным. И вот что делает сныть. Как-то ее не выкорчевай, как-то ее не убирай. Если она между корнями кустарника затесалась, то ее потом оттуда выдрать будет очень-очень сложно. Сейчас нужно будет снова взять садовую вилку и уже с вилкой все это пройти, прокопать, повыбирать корневище. Здесь дельфиниум прекрасно себя чувствует. Это обычный голубой. Второй год после пересадки. И уже так хорошо он набрал силу. В прошлом году он цвел, но довольно слабо. Лилейник. Показывала его в прошлых видео. Потому что очень сильно хочу, чтобы он выжил. Это покупка прошлого года. Из магазина уценка была. И вот, как обычно, такие растения потом очень сложно очухиваются. Сложно с ними бывает работать. Это вот сныть. Вот какая она вредная. Но она не такая вредная, как в юнок, конечно. Полевой это вообще катастрофа. Сныть с ней можно, в принципе, сожительствовать, научиться. Вот так вот убираем тщательно корни. Выбрасываем. Если это делать регулярно, то довольно быстро она погибает. Виног он нет. Он не такой нежный. Он будет очень долго беспокоить. Это второй сорт лилейника. Был покрепче изначально из пакетика. Вот покрепче он тут и сейчас выглядит. Но все равно, в общем и целом, конечно, это доходяги. Крыжовничек набирает цвет. Все у него замечательно. Красная смородина просто чудесно выглядит. Кисточки висят у нее. Замечательно. Сверху до низу снова. Вот очень люблю красную смородину. За это ее некапризный совершенно характер, когда она готова цвести и плодоносить. Цвести и плодоносить. Ежегодно, без какого-либо большого ухода. И черная смородина. Тоже очень много бутончиков. Где-то уже они зацвели. Два сорта у меня здесь. И три куста. И все у них у всех очень даже замечательно. Сверху до низу у нас кисточки. Опять, если не будет заморозков, когда она зацветет, опять у нас будет целая куча черной смородины, какая была в прошлом году. Хотя мы прошлогоднюю еще не съели. Она у нас лежит в морозилке в больших количествах. И здесь куртиночка тюльпанов, которая тоже не выкапывала в прошлом году. И один из этих... Ну, тут в основном детки оставшиеся такие. Ну, может, я и выкапывала, даже я не помню. Детки остались. Только вот этот вот очень ранний тюльпанчик ботанический. Два цветочка сейчас цветет. И самая интересная, наверное, часть сада. Давайте поговорим о ней. Очень скоро здесь будет невероятное зрелище. Будет цвести цидония или хиномелис японский. Смотрите, какое количество бутонов. Невероятно много шариков. И все это будет оранжево-розовым цветом цвести. Будет очень-очень красиво. Этому растению тоже уже около пяти лет. И первое растение, которое я посадила на второй год. Четырнадцатого года посадки. Вот будем точными-точно. Ровно пять лет ему. И вот так вот он за пять лет вырос. Нужно его подстригать. Я его подстригаю. И борюсь с порослью. Потому что она довольно быстро образуется. Вот, пожалуйста, вот эта вот поросль, которую можно откопать уже. И это будет совершенно полноценный кустик, который можно погорить или отсадить. Гиацинты. Гиацинты. Моя любовь. Цветут. Но из-за сухости не так пышно, как хотелось бы, возможно. Хотя все равно это, конечно же, красиво. Смесь окрасок. Розовые, белые, синие. Великолепные цветы. Интересного нет. Растения просыпаются. Остильба, гелениум, лилии, пионы просыпаются. Здесь тоже гиацинты. И это новинка моего сада. Прошлогодняя посадка. Это астранция. Белая астранция. Делила на два кустика. И вот два кустика. И перезимовали. И вылезли. Вот такая вот астранция. Старов биллион. Вторая часть. Здесь тоже покупка прошлого года. Это белый сибирский ирис. Но он какой-то вот не очень богатый. Чехловато выглядит. Потому что, наверное, ему не хватает водички здесь. Там впереди у нас гортензия древовидная. Это прошлогодняя посадка. И в отличие от ириса она выглядит замечательно. Почки распушились. Тоже я ее замульчировала. И снизу я вижу уже поросль. Зеленую поросль она активно дала. Значит, растению здесь нравится на этом месте. Будет расти. И я надеюсь, что будет расти высоким. Потому что иначе будет не очень вписываться здесь в придуманную мной композицию. И здесь будет белый флокс. Мне подарила моя зрительница Катя. Катя, посмотри внимательно, как замечательно флокс прижился. И очень активно растет. Нужно будет его поделить уже, наверное. Очень он как-то быстро разросся. Пионы, надеюсь, тоже будут цвести в этом году активнее, чем в прошлом. И здесь снова примула. Это примула японская. Я уже определила ее вид. Вот из-за этого в прошлом году я про примулу не рассказала. Мне нужно было кое-что увидеть у этой примулы, чтобы убедиться, что это примула японская. И да, это она и есть. Расскажу потом о примулах и о ней. Очень необычный цвет гиацинта. Смотрите, такой оранжевый красивый гиацинт. По-моему, это после выгонки растения. Я не покупала такие луковицы, но я точно помню, что на выгонке я покупала такого цвета. А вот тут, смотрите, какое милахо. Вот, какое милахо. Прорастает малышка. И здесь еще одна совсем кросичная малысичка такая. Потом будет вот такая большая штуковина. Ну, это очень красиво смотрится. И с другой стороны этой же самой клумбочки мы наблюдаем, как просыпаются многолетники. Здесь астры, вербейник, лилейник, рудбеки рассеченные. И вот мои тюльпаны осенней посадки тоже уже набрали бутон и скоро зацветут. И в центре уже отцвели ранние тюльпанчики. Из-за такой жары просто цветение длилось буквально неделю и уже все готово. Но зато какая великолепная магония в этом году. Заглядение невероятно будет красиво. Она будет свистеть с желтыми цветами, вот этими метелками, которые огромные. Просто огромные в этом году. Все растения в этих метелочках. И самое замечательное, это то, что не обгорело у нее листва. Не обмерзла, не обгорела. Обычно метелочки красивые, но вот листики некрасивые. И декоративность теряется. В этом году все просто стопроцентная красота. И метелочки, и листочки, все супер красиво будет. Желтый, огромный куст ароматной магони. Она ароматная, вкусная. Жду не дождусь. Так, ну, кстати, я украсила немножечко деревья пасхальным декором. Потому что уже совсем скоро православная Пасха. А у католиков Пасха была уже почти неделю назад. Поэтому декор висит уже неделю. И еще недельку провисит. Мне вот так захотелось. Мне нравится. Я думаю, что люди идут тоже. Ну, я заметила, многие идут и смотрят. И на мой участок любуются. И вот этими вот штучками. И сейчас посмотрим вот эту половину участка. В принципе, про всю вот эту половинку я рассказала в моем видео два дня назад. Зацвели первые тюльпаны. Ботанические кафмана, которые я не выкапывала в прошлом году. Просто мне было лень их выкапывать. Я решила рискнуть, оставила их. И, к счастью, они прекрасно перезимовали, выжили. И теперь радуют меня своим цветением. И пышностью даже местами. Это самые ранние. А вот попозже красные тюльпаны только набрали бутончики. Но, к сожалению, вороны снова вредничают. Поклевали одно растение. Вот этот сорт достаточно высокий получается. А остальные на очень-очень коротких цветоножках тюльпанчики. Коротышечки. Ну, очень-очень милые, красивые. И самые первые. А здесь уже цветают печеночницы. Своими прекрасными цветочками сиреневыми. И уже начинают у нее там молодые листочки активно расти. Печеночницы сейчас в лесу тоже цветут. Очень красивыми сиреневыми коврами. Думаю, что нужно этот кустик, может быть, поделить. И сделать тоже такую куртиночку. Потому что, конечно, групповая посадка, она всегда лучше, чем одиночная. Здесь маленькая куртиночка пушкинии. Пушкиню я тоже уже выращивала. Ее тоже кто-то съел. И в этой осенью я купила еще раз, попробовала посадить. Потому что, если все хорошо идет, то она разрастается огромными полянками. И весной прекрасно цветет. Очень пышно. Потому что достаточно у нее видеть такие крупненькие, красивые цветочки. И когда их много, они хорошо заметны. В мускаре даже не так заметны, как вот эта пушкиния. Будем надеяться, что все будет хорошо. Здесь примула. Моя любимая примула с медовым ароматом. Плохо очень растет, потому что осыпается. Вот даже у самшита, посмотрите, все корни просто голые. Потому что не сделана подпорка. Почва постоянно осыпается. И корни оголяются. И плюс еще здесь жутко сухо. Просто невероятно. И поэтому растения не очень красиво растут. Здесь массово взошли белые мускари. Правильно оказывается ставить ударение мускари. Вот эти мускари беленькие я давно очень хотела. Синенькие у меня как-то массово погибли вместе со сцилой. Они росли в другом месте немножко. И они просто погибли. Скорее всего их кто-то съел зимой. Это я вчера пыталась приделать липучку. И эта липучка как-то не очень прилеплялась и упала в конце концов. Нужно привязать ее. Под яблони они будут расти уже постоянно, пока их кто-нибудь опять не съест. Яблони Дианы перезимовало прекрасно и уже распускает почки. Даже цветочные там есть, по-моему, будет даже цвести. А вот осенью пересаженная мыльнянка, к сожалению, моему большому, скорее всего, погибла. Хоть, да, погибла, хотя были очень хорошие, крепенькие растенецы. Но что-то пошло не так. Но здесь я вижу массу молодых растенец. И я думаю, что это всходы мыльнянки. Потому что больше тут как бы ничего такого вот мелкорастущего не было. Я очень надеюсь, что это мыльнянка, потому что она мне очень понравилась. Она очень красиво и розовыми цветами цвела. Я даже здесь вот к ней тюльпаны подсадила. Думала, будет очень красиво сочетаться. Розовая мелкая мыльнянка на переднем плане. И, по-моему, белорозовые тюльпаны на заднем плане. Не судьба в этом году. Будем надеяться, что это ее самосев. Потому что семян у меня ее не осталось. Нимфа с этой стороны. Посмотрите, как замечательно цветет она в этом году. Заморозки не обещают. Поэтому большие у меня надежды на то, что будет хороший урожай. А вот эта зеленая яркая прелесть, это пастернак. Который я специально оставила в прошлом году. Для того, чтобы получить свои семена. Потому что семена пастернака очень быстро теряют всхожесть. И найти в магазинах его бывает не так-то и просто. Он не очень распространенная культура. А я его люблю. Поэтому буду пытаться собирать свои семена. Надеюсь, что у меня все получится. Потому что кустик замечательно перезимовал и отлично развивается. Осенняя посадка крыжовника. Тоже прижился кустик. И прекрасно начинает развиваться. Но, наверное, все-таки я его не очень к месту посадила сюда. Посмотрим, что будем с ним делать дальше. Замечательно здесь в тенечке растет аквилегия, которую я в прошлом году сеяла. Как двулетник, как многолетник. Вместе с двулетниками, да. Вот здесь она замечательно растет. Несмотря на то, что достаточно действительно сильная тень. И часть растенец, которые валялись кверху корнями, я пересадила рядом. На соседнюю грядочку. Вот они, малыши. Совсем-совсем малыши. Корни у них пролежали долго-долго на поверхности почвы. Здесь он уже почти погиб. Но нет, жизнь есть. Меня это очень-очень удивляет. Такая стойкая, оказалась крепкая стойка очень растения. Легко пересадила и все. Дальше пошел процесс. Очень приятно. А это костик калины, который в прошлом году очень плохо у меня рос. Из-за жучков-вредителей, которые без конца полностью обгрызали ему листочки. И выглядел он уже практически погибшим. Но, как видите, жизнь есть. И листочки новые почки проснулись, просыпаются, развиваются. В этом году я буду активно травить этих жучков. И калина подрастет. Я в этом уверена. И набирает цветоносы. Дицентра великолепная. Замечательно разрослась она после пересадки. Это получается после пересадки второй год. Она здесь растет. И уже это только один кустик. А я при пересадке поделила его на несколько, на четыре. И вот раз. У меня теперь такой большой кустик. Вот два. Большой кустик. И вот здесь три. Четыре. И даже можно сказать, что пять. Там немножко так отдельно растет. Вот как много дицентры. Размножать растения, конечно, так очень легко и просто. А здесь люпин, который я немножечко не успела домульчировать торфом. Здесь более такие были некачественные саженцы. Так они до сегодняшнего дня еще и не догнали своих более качественных товарищей. А качественные, которые еще в прошлом году были достаточно крупными, хорошими, когда я их сюда высаживала, они выглядят вот так. Замечательно, пышно. И здесь, судя по фиолетовым листочкам, будет какой-то темноцветущий растение темноцветущее. А здесь более светлое. Это люпин рассела. Это гибрид с очень красивыми цветами. Это не люпин, который растет сорняком по полям. По полям и лесам, по полям в основном, пустырям синего цвета. Это должно быть что-то необыкновенное. Цветет сжимолость и прилетел большой толстый шмель. Ее опылять. Спасибо огромное, шмель. Ты сделаешь так, что у нас будут вкусные ягодки. Главное потом от птичек их защитить. А то будет как в прошлом году. Очень хорошо вылезли лилии. Одна, правда, более скороспелая, поспешила. И ее немножко морозцем подбило. Остальные начали расти позже. Вот эта вот, которая у меня будет самая высокая, самая красивая. Она самая поздняя лилия. Название, конечно же, я уже и не помню. Палаццо. Да, это лилия Палаццо. Это ее стебель прошлогодний. Я не стала выламывать. И вот еще разные сорта. Нужно будет обновить им этикетки. Пока еще видно, что там читается на них. Очень лилии чувствуют себя в этом месте. Просто превосходно, потому что здесь самый сухой участок. Раньше всех он оттаивает. И весь день здесь солнышко. Особенно в первой половине лета. Но кое-что за эти два дня изменилось. Потому что весной все очень быстро меняется. Ну а конкретно расцвело побольше тюльпанов. И теперь они такой очень красивой картиночкой здесь располагаются. Очень удачная посадка. Они отмирают потом. И здесь вырастают и лилии, и лилейник разрастается. Многие-многие другие тут растения. Их закрывают. Тюльпаны спокойно уходят на покой, никому не мешая. Никого не раздражая некрасивыми листьями. И их можно тут не выкапывать. Очень замечательное место. И вот там я еще посадила примулы желтые. И примулу Юлии пересадила из другого места. Это будет фиолетовая примула. И сейчас туда я еще вот примулу комарову подсажу. И немножко мелкозубчатой. И будет там вдоль забора кустарники, подснежники, крокусы. Самые первые будут цвести. Мускари вот здесь вот. И потом чуть позже начнут цвести примулы. И летом это будет просто ковер из зеленых листьев примулы и кустарники. Примула в принципе с затенением тоже спокойно живет. Даже неплохо живет. Ей больше нравится влажная почва, чем сухая. Поэтому будет у нее все замечательно. И вот еще более пышно расцвела эта сжимолость. Нимфосоль утопает в цветах. Это у меня тоже здесь будет. Я думаю, что там по краю перед доской я посажу гладиолусы в этом году. В общем, мне их некуда посадить на хорошее место. А между кустами сжимолости здесь у меня в прошлом году росли георгины. Очень пышно и богато. Но в этом году не буду сажать. Потому что они не дают хорошо развиваться сжимолости. И каждый год их все равно сюда сажать не будешь. Нужно что-то делать тоже с многолетниками. И вот я думаю, что здесь я буду рассаживать флоксы. Что-нибудь такое. Может быть тоже будут гортензии метельчатые. Не знаю. Еще не придумала до конца, что здесь будет. Здесь я буду ставить теплицы и парник. Об этом расскажу в следующих видео. Ну и о чем я не рассказывала два дня назад еще из этих мест. Так это я не рассказала о ревене, который я покупала в прошлом году. В магазине покупала сортовой ревень. Виктория называется. Или королева Виктория. И в прошлом году его съели мыши. Корневище съели мыши. Но, к счастью, он ожил и неплохо себя чувствует, судя по всему. Растет и развивается. И еще сюда я пересадила герань. Розанна геранька. Потому что сейчас я покажу, что там происходит, где она росла. Происходит здесь вот это. Здесь я формирую огород в контейнерах. Проект этого лета. Поэтому кое-что пришлось выкопать. Кое-что еще буду выкапывать. Ну и потом, опять же, вся вот эта часть, клумба, с которой я начала, она тоже у меня под переделку. В общем, сад это постоянное изменение, постоянная переделка. Мне это очень нравится. И, кстати, зацвела голубика второго сорта. Это уже давно цветет. А эта только-только начинает зацветать. Довольно тоже много цветочков у нее оказалось, которые очень долго они развивались. Долго она выглядела так, что цветов на ней вообще не будет. И это очень хорошо, потому что нужно несколько сортов для опыления. Если будет только один сорт, то ничего не получится с ягодками. Здесь уже у меня засаженная ванна. Но настолько сильно перегревается почва, что растения не очень рады. Поэтому поливать приходится довольно часто. Ну и в целом они такие чехловатые. Ну, опять же, после пересадки. О теплице я недавно рассказывала в моем видео. Можете по подсказочке перейти, посмотреть. Там фактически без изменений только появилась рассада помидоров. И окинем общим взглядом участок. Посмотрим на его огородную часть. Может быть, немножко здесь я расскажу. Потому что, мне кажется, это не очень интересно. Вот, это замечательный лук. Многоярусный или египетский лук. Очень хорошо перезимовал. Я думала, что будут проблемы. В прошлом году, когда я его посадила, он мне не очень понравился. И я так скептически была настроена. Но он исправился. Оправдался в моих глазах. И теперь, вот, уже несколько раз я обрывала с него зеленые листочки. Самый первый оказался раньше, чем шнит-лук. Намного раньше. Шнит-лук, он мелковат. Его не очень удобно собирать в таком вот размере. Но этот и размеры подходящего перо, толщины. И гораздо быстрее. Здесь маленькие лучки, это те луковки, которые я, который лук нарастил в прошлом году на своих перышках. Сверху формировались луковки маленькие. И я их вот вокруг этого лука распихала, рассадила. Причем часть из них у меня лежали в домике. Ну, не закапанные, просто в кружке они там лежали. И не замерзли, ничего. И я их посадила только весной. Из жалости уж я и не помню даже, какие из них были вот зимние. Все прекрасно растут, замечательно. Здесь пеновидные тюльпаны. Тоже набухли уже, бутоны. Скоро будут открываться. Это самые-самые красивые, дорогие сорта я посадила на высокие грядки. И тем более еще на этой высокой грядке у нее снизу сетка. Вот как я за них беспокоилась, чтобы их никто не съел. Здесь лук. Азимый лук двух сортов. Тоже замечательно себя чувствует. Красивенький, аккуратненький. И здесь чесночок. Чесночная грядка, даже я бы сказала, экспериментальная. Здесь у меня замульчирована, не замульчирована чесночная часть. Я буду сравнивать, где будет крупнее головка. Здесь у меня лук-чеснок-ракомболь взошел. Я его показывала уже. Сажала я его довольно давно. Не очень качественные были луковицы. Но в результате у меня получилось, да, все шесть дали листочки. И сейчас еще здесь. Недавно я посадила детку этого ракомболя. Потом осенью расскажу, что из этого всего будет. И здесь зашел чеснок, который я перевожу на яровой. Это будет яровой чеснок. О нем я тоже уже в других видео рассказывала. Но здесь показываю, что он взошел замечательно, зеленеет, очень красивенько выглядит. Ну и здесь новый парник, в котором стоит много рассады. Пожалуйста, уже многое посеяла. Об этом я рассказывала в видео. Большой посев в апреле. Привезла сюда землянику, потому что она уже неприлично много места на подоконнике занимает. Привезла амарант, яблони, лук-порей, который уже нужно, конечно же, рассаживать по грядкам. Но я еще не знаю, куда мне его посадить. Может, на чесночную грядку его воткнуть. Там место есть посерединке. И здесь рассада капусты. Вот так вот густо взошла капуста. Очень густо. Вот это там просто у меня рука дрогнула. И я насыпала много капусты кальраби. Можно срезать и съесть прямо сейчас эти всходы. Здесь брокколи. Там гибриды по 5 семян в пакете. Поэтому все поштучно. И там пустые ячейки. Это были просроченные семена совойска капусты, краснокочанной капусты. И там вот видно, что все очень плохо взошло. Уже можно спокойно выбрасывать остатки семян. Уже некачественные они. И, кстати, земляника уже цветет. Смотрите. Уже готова. Тоже уже можно было бы ее и высадить. Особенно в стаканчиках. Видно, что она начала портиться, грубо говоря. Уже видно, что ей не хватает питания. Что полностью корневая. Все здесь оплела. И очень сильно хочет растения на волю. Но я тоже не знаю, куда его высаживать на волю. Где взять им волю. Потому что все реорганизуется. Все перестраивается. Достраивается. И не хочется места занимать. Какими-то лишними посадками. Чтобы потом ничего не пересаживать. И не ждать следующего года, чтобы сделать все в этом году. Я надеюсь, что вам понравилось мое видео. Понравился мой сад в апреле. Не забудьте поставить пачк вверх. Для того, чтобы я рассказала с удовольствием о моем саде в мае. В мае обещают тут быть очень много интересного. Зацветет флокс растопыренный. Магоня. Зацветут тюльпаны. Вот эти вот все. Будет очень-очень красиво. И в общем оставайтесь со мной на канале Алюнин сад. Подписывайтесь, если вы не подписаны. Впереди у нас будет много интересного. Всего вам доброго. И до новых встреч.